Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я так понимаю, серия секретов Google Docs всем нравится, значит будем продолжать. Чтобы вы не подумали, что в Google Docs есть только документы и нет шиц, таблиц, сегодня только одни. Кстати, прошу не забывать, что в Google Docs есть еще и формы, и презентации, и ох, чего тут только нет. По каждому инструменту можно делать отдельный онлайн-курс, поэтому сегодня только таблицы и только фишечки, чтобы заразить вас любовью еще и к таблицам. Не знаю, насколько востребована функция, которую я сейчас покажу, но она точно меняет взгляд на Google таблицы и лишний раз напоминает, что этот сетевой инструмент является частью большой англомерации Google. Как всегда иметь под рукой актуальный курс валют и не заглядывать всякий раз в Яндекс или на Банке.ру. Легко. Достаточно воспользоваться одной из встроенных функций Google. Для тех, кто не знает, функций здесь огромное количество, как и в Excel, но есть тут и уникальные функции от Google. Одна из этих функций называется Google Finance. Оформляется все достаточно просто, главное не забыть про кавычки. Нам нужен курс доллара к рублю, соответственно USD руб в одно слово и вуаля. Странно, кстати, что доллар не вырос после вчерашнего. Ну и тоже самое можно проделать с курсом евро. Вообще, конечно, функция это куда шире, чем просто вывод текущего курса, но разбирать ее мы подробно не будем, поскольку только на это потребуется целый скринкаст или даже два. А рассмотрим мы наоборот возможность быстрой визуализации данных с помощью всевозможных графиков. Для этого нам нужны какие-то данные. Очень я люблю вот эту фишку. Я про нее рассказывал в серии скринкастов по Excel. Но повторю еще раз. Вот если сейчас потянуть за край ячейки, при том, что ячейка выделена одна с цифрой 2, то он заполнит всю эту область бесконечными двойками. А вот если выделить две ячейки и потянуть за край, то он поймет, что нам нужна последовательность чисел. Простая последовательность. А если бы у нас были четные числа в первых двух ячейках, то он бы выстроил последовательность четных чисел. Причем он даже форматирование дублирует. Цифра 1 была жирной, и он все нечетные числа выделил жирным. А вот Бисова машина. Ну ладно, про графики. Тут у нас внизу, зачем они, интересно, так ее припрятали, есть всплывающая кнопка анализ данных. Нажимаем, а нет, надо же выделить предварительные ячейки, которые мы хотим проанализировать. А вот эти. Нажимаем и получаем вот такой график. Сейчас поменяем какие-нибудь значения, чтобы было больше похоже на реальный график. Это слишком большое число, некрасиво, пусть будет так. И у нас кроме самого графика есть еще и огромное количество настроек этого графика. Дальше синхронный перевод. Точно не знаю, какое практическое значение может быть у этой функции, но сама по себе функция очень впечатляющая. Берем какую-нибудь фразу, написанную по-русски. Часто встречаю ее последнее время в сети, но все-таки, мне кажется, Игорь Федорович писал о совсем другом. Переслушайте песню, те, кто понимают о чем я. Так вот, идем в функции Google и вставляем функцию Google Translate. Указываем сначала индекс ячейки, которую нужно перевести. Далее точка с запятой, не забываем про кавычки. Указываем язык оригинала и язык, на который нам нужно перевести фразу. Мне кажется перевод немного кривой, но это связано со сложностью перевода в принципе. Я думаю, на введенском Google Переводчик вообще сломался. Ну и последнее, о чем я расскажу, в отличие от предыдущей фичи, достаточно эксклюзивной, может быть весьма востребованным и распространенным действием. А именно, можно защитить какие-то данные от редактирования, при этом оставив возможность редактировать все остальное. Можно взять, например, целый столбец или какое-то ограниченное количество ячеек. Правая кнопка мыши и защитить диапазон. Тут индекс ячеек. Можно, кстати, закрыть целый лист. И настройки. При таком положении вещей только я смогу вносить правки. А вот так мы добавляем кого-то еще. Это, кстати, не влияет на общие настройки доступа. Ну и понятно, что работает, если вы уже дали кому-то доступ к документу. Ну то есть из всех, кому предоставлен доступ, только второй Вова Ломов будет иметь возможность редактировать данные ячейки. Вообще иногда меня одолевают смутные сомнения. А полезно ли делать подобные скринкасты, ведь это капля в море. Функционал даже отдельно взятых Google таблиц настолько обширен, что кажется какой смысл рассказывать об одной десятой процентах. Не знаю, еще раз, наверное, чтобы просто заразить любовью к Google Docs. А остальные 99,9 процентов вы узнаете сами. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите друг друга.